Итак, всем привет, добро пожаловать снова ко мне в группу. Кого я занесу случайно, можете уходить сразу, потому что здесь долго не сидят. Итак, собственно, зачем мы с вами здесь собрались, почему я включила эфир и что вообще происходит. В общем, сегодня у меня прекрасное настроение, уже второй день подряд выходной, я вдохновленная, полна сил. И готова творить. Поэтому сегодня, прямо сейчас, я сажусь за холст и собираюсь писать. Я обнаружила, что у меня отсутствует малярный скотч. Малярный скотч это неотъемлемая и важная часть вообще у любого человека, кто начинает рисовать. Мне кажется, слишком громко музыка. Так как в основном мои эфиры это какой-то монолог, вообще непонятно что, пишу я редко в эфирах, потому что просмотров мало, меня это расстраивает. Но сегодня, несмотря ни на что, вы будете наблюдать за процессом. Сейчас я буду намечать рисунок. Я уже наклеила изоленты. Изоленты это было очень-очень-очень-очень сложно. Но я это сделала, поэтому сейчас некие рамки. Я потом, будет понятно для чего, после того, как я намечу карандашом, то, что мне нужно. Я их, собственно, сниму. Пишу я маслом. Пол у меня большой. Я не знаю, какого размера. Я потом, может быть, померю и вам сообщу. Поэтому сейчас показываю то, что у меня уже подготовлено. Итак. Итак. У нас новенький кое-кто, но он еще спит, поэтому я его не буду беспокоить. Итак, я устанавливаю телефон напротив холста. Фотосессии перестала транслировать, потому что их попросту... Это будут листья трехмические. Вот. Сейчас мы просто их намечаем. Вот от этой точки, да. Это я уже по классике. А сюда центр композиции сохраняем и соблюдаем. Для тех, кто хочет мне чай рисовать, но никак не может начать, грубо говоря. Так. Здесь точно вот. Вот я. У меня глазомер великий. Даже не знаю, когда я делала лениха. Классика всего. Ну ладно. Вот. Примерно. Вот так. Вот. Тоже самое делаем с этой стороны. Почему-то в обратной стороне всегда выбирают сложности. Я имею в виду не только у меня, но и у многих. Вот. Да. Ну, у нас же должна быть симметрия. Поэтому мы будем стоять сюда. Приблизительно. Вообще, все, что касается природы, оно не имеет симметрии. Так он говорил преподаватель. Ну, в художественной школе. Вообще, даже ничего в нашей жизни не имеет симметрии, кроме как дизайнерского взгляда и так далее. А на самом деле, так, у меня в эту сторону должно быть очень полезно, а допустим, и так. Ну, и, собственно, я в некой степени согласна с пользой, потому что не у одного человека может быть симметрично. Конечно, бывают явные люди, конечно же, да, мы таких очень много знаем по жизни, верно. Вот. Ну, понятное дело, нет. Я, если честно, мне все, где до единого и знакомых советуют начать стримить, потому что на этом можно начать зарабатывать и так далее. Ну, я подумала, почему бы мне не попробовать развивать то, что я действительно люблю, то есть рисование непосредственно. Вдруг, все-таки, спустя время, воды, я смогу найти свою публику, и мной будут интересоваться и смотреть. Так, где-то больше, где-то меньше. У нас, в основном, будет вот так, что приблизительно хвостик. Так, один линчик с гумариного слов. То же самое мы сделаем с этой стороны. Я не знаю, видно вам или нет. Видно. Все, отлично. Так, один линчик с гумариного слов. Так, один линчик с гумариного слов. Так, мы примерно два листа уже наметили. У нас есть композиция примерно и так далее. Эти два цвета будут у нас самые насыщенные и самые светлые. Более детализированные. И, собственно, все остальное будет это уходящий фон. Мы можем убрать то, что нам уже не нужно. Мы видим примерную симметрию. То есть, поворот сюда, поворот. То есть, линия типа идет таким образом, что примерно даже в фотографическом взгляде это уже вызывает визуальное удовлетворение. Так, после того, как мы наметили эту часть, нам нужно поставить здесь композиции. Ну, вот, логично листья вот так. То есть, они будут так же по центру композиции, но они будут менее яркие, но при этом они будут в центре. И мы сделаем направление одного листа, скорее всего, вот в эту сторону, одного вот в эту. Да, например. Ну, можно даже так повернуть ближе к этому. Но начнем, наверное, так. Видите, я кладу карандаш туда, куда не надо. Все время нужно затачивать карандаш. Я не точу карандаши, как все эти, пользуются ножом, канцелярским, потому что мне это крайне неудобно. У меня есть одна точилка, она очень хорошо затачивает. Ну, сейчас я тоже ей не буду пока пользоваться, потому что карандаши новые мне их подарили на корпоратив. И я обычно пользуюсь Кахенур. Карандаши. Это, я даже не знаю, что это... А, вистоартист. Вистоартистой я пользуюсь аквамарки. Поэтому, не знаю, какая древесина, я не экспериментирую, не пробую пока точить ножом. Ну, все так. Так, примерно вот можно даже от середины. Вот мы так же намечаем нить. Здесь, ну, пусть он будет вратка, примерно сюда. Он берет небольшой. Пусть будет даже так. Совсем малыш. И примерно такие же изгибы. Обычно я экспериментирую. Я очень люблю тему тропическую, идею тропики. Я преследую давно. Но дело в том, что не всегда разнотравье, оно очень... Ну, не всегда оно выгодно смотрится. Поэтому... Поэтому я решила придерживаться... Один лист у меня будет. Я имею в виду один вид растения. Будем с вами писать и рисовать под индийские песни. Они мне тоже очень нравятся. Как бы что ни говорили многие про индийские фильмы, песни. Но они, я считаю, очень хорошо заряжаются этим имам. Один лист мы расположили таким образом. Все. А второй... Можем вот отсюда. Он будет чуть ниже, по идее находить. Можно даже вот отсюда примерно... Сделать такой акцент. Пусть этот даже будет ниже, хоть он и по центру. Сделайте. Пусть этот... Sofia. Удавido. Удачи. В ума настройстве. Отлично. Удавр informações. Выше. Д äной. Удачи. Продолжение следует... 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 Напоминаю, что поталь – это золото, чем я хочу заполнить, но еще в раздумьях неона или золота. Здесь у нас располагаю… Продолжение следует… Ну, все. Минус один. Так, все. Кстати, для тех, кто любит еще механические карандаши, могу сказать, что это тоже дело классное, но только не по холсту. Потому что механические карандаши, я не понял, что это такие. Я объясню, почему их нельзя на холсте. Как бы можно, но вот у меня сейчас 100% лен, он очень мягкий, и поэтому есть вероятность того, что вы случайно проколите, проткнете рисунок, и что, ну, будет крайне неприятно, и вообще, ну, такой себе. Так, ну вот совсем другая точилка, и все гораздо лучше. Так, ну, в принципе… В принципе, это все. Так, все. Все. У нас заполненность есть. Здесь можно на хроне, но это уже… Так, все. Наложем немножечко разделить. Похоже, если я не вижу я в сердце, что я в нем. Постынки не помни, не является до сих пор. Просто пригоди, поспать, поспать, в моем месте. Похоже, ты не помнишь. Продолжение следует... Тогда бы у нас вся композиция была по центру, и это тоже смотрелось бы красиво. То есть, например, художники старого поколения, они в основном и пользовались центральной композицией. То есть вся композиция у них была в центре, с края ничего не уходило. Но мы убираем то, что у нас все равно было криво. А, криво наклеено! А мне все равно, от чего это сделалось. У нас здесь рамка, все ее видят. Вот эти два листа, о которых я говорила, которые находятся в центре композиции, они остаются, они выходят на передний план, перед рамкой. Перед рамкой и вот у нас перед рамкой всего два листа. Это все остается на фоне, то есть здесь рамка. Она проходит. Дальше. Рамка и вот и вот и вот и вот и вот и вот. И вот и вот и вот и вот. Треть вот и вот и вот у нас. Получается? Да. Получается? Получается, что на фоне. То есть примерно вот так вот выглядит наша композиция. То есть вот таким образом. Это вот телефон. Это тоже. Это как бы всё для тебя. Для удобства. Когда картинка, ну, как бы не то, чтобы выглядеть более завершённой, ну, так мы хотя бы понимаем, разбираем. Так, нет, не припутываем. Так, ну, в принципе, всё. Можно переходить к заполнению постепенно, собственно, по красу. Вот, напоминаю, что палитра будет в холодных оттенках, это во-первых. Потому что я очень люблю холодные тона. А сейчас мы начнём, наверное... Ну, начинается всегда композиция сверху вниз, но мы начнём с тёмного, чтобы аккуратно заполнять фон. А начинать уже отсюда. То есть чисто чёрный будет здесь, здесь, здесь. А потом уже потихоньку листы и пятна будем добавлять. Есть ещё такая техника размытия заднего фона. Говорю тоже лайфхаком. Если вы хотите, чтобы задний фон имел эффект боке, то есть такого размазанности красивой, то вот можно написать всё, кроме, например, вот этих двух листов. И прикладывается большой-большой кусок стекла, зеркало. Ну, то есть, либо, я не знаю, можно любую доску обмотать целлофановым пакетом, приложить, полностью положить это на рисунок и слегка подвигать. Тем самым, как бы, краска между собой смешивается и создаётся эффект размытости. Это вот тоже есть такой вот хак в масляной живописи. Ну, и в акриловой тоже, наверное. Поэтому вот примерно так это выглядит. Я сейчас начну вторую часть эфира после того, как приготовлю краски. Кто хочет, оставайтесь, ждите. Вот, я завершаю эфир, так что первая часть есть. Продолжение следует...